Ну, сразу скажу, что первый тайм нам удался, да, в плане результата мы забили два гола. Ребята вышли сразу агрессивно, настроены на борьбу, значит, на игру, немножко тактику выбрали не такого, как сказать, атакующую, да, можно сказать, играли вторым номером. Ну, целенаправленно, потому что знали, что игроки Родины очень техничной, выходят из обороны в атаку за счет коротких передач, и вот боялись, чтобы не было вот этих разрывов. Да, выпадал немного у нас, значит, наш правый фланг, именно не могли разобраться, потому что там агрессивно действовали и крайний защитник, и полузащитник. Ну, самое главное, что забили два хороших гола, да, и уже как при счете 2-0 во втором тайме, ну, просто нужно было сдерживать, значит, атаки Родины и контратаковать. Ну, я считаю, что результат сегодня закономерный, мы победили, хотя были пару таких моментов, когда мяч в штангу попал, если бы мы пропустили, я думаю, была бы еще напряжение игра. Ну, а так довели до победы, и всех болельщиков поздравляю с победой, с выездной. Можно ли сказать то, что победили за счет опыта? Ну, еще раз говорю, да, и за счет опыта, и за счет тактики, можно сказать, да, и тактических перестроений. Ну, и, наверное, все-таки у ребят сегодня, вот, глаза горели, вот, жажда борьбы, жажда, вот, играть, как последний матч, как кубковый, можно так сказать, значит, как единое целое они сыграли на протяжении всей игры. Заряженные глаза, вы сказали, связано ли это с первым матчем Дежинский, когда была там ничья? Ну, тоже, да, и неприятно дома при болельщиках играть в ничью, да, для нас это было, ну, практически, мы же не знали команду Родины, знали, что молодая, и молодежь нас, так я скажу, ну, хорошо, значит, можно по-русски сказать, повозила в домашней игре, вот, и, конечно, мы ехали сюда, и дать бой, дать реванш. Матч негативный такой, немножко результат тоже нехороший, негативный, но ничего страшного в этом нет, спасибо ребятам за то, что отдавались на футбольном поле. Есть чему поучиться, мы, как вы знаете, у нас молодая команда, мы всегда только идем вперед, мы обучаемся, мы ставим перед ребятами цели, они эти задачи стараются выполнять, но сегодня не наш день, и результат, как видите, негативный. Ну, ничего страшного, будем идти вперед, будем работать с таких игр, которые проигрыш тоже есть плюсы, которые надо отмечать, выделять, и, как говорится, мы будем работать еще два раза больше, сильнее, и будем идти вперед. Тройная замена, это как признак свистать всех наверх? Ну, тройная замена была, как бы, некоторым хотели освежить игру, но, как видите, немножко не получилось, ничего в этом страшного нет, надо отдавать всем шанс себя проявлять. Сильно ли сказалось отсутствие Газиева из-за перебора желтых? Ну, вы знаете, что Газиев у нас один, как бы, из лидеров, он всегда, скажем так, за защиту соперника держит всегда, получается, в напряжении, и сегодня не было его, я думаю, это тоже так немножко роль сыграло, но, как говорится, должны все ребята, которые играют на этой позиции или на другой позиции, выполнять поставленную задачу, которую мы ставим перед ними.